Я буду докладывать на русском языке, но моя презентация будет на английском. Так что я надеюсь, что всем будет понятно. Я буду говорить... Я буду говорить о исторических источниках и данных, которые там есть в них, или их влияние на археологические исследования. И поскольку я выбрал три примера, я делаю ксерокопии, чтобы не тратить времени для чтения этого. Но у меня, конечно, не так много, потому что я не думаю, что круглый стол здесь будет таким большим, как здесь. То есть я просто дам в аудиторию, и вы можете передать и посмотреть, почитать. То есть там пять лист каждого события. Вы занимаетесь этим? Да. На разных языках. Археологическое исследование в начале было, или было изначально, тесно связано с тем, что Михаил Майя сегодня уже назвал «Ereignis Geschichte», как мы по-немецки говорим, или «History of events», или «History of events», или «History of событий». И сначала часто было такое исследование, как искали, как можно сказать, это был «proof». Так, доказательства, да, точно, спасибо, Эль. Ты будешь мне помогать. Искание доказательства, точно, доказательства для таких событий, которые они знали из источников. И больше и больше стала важна и локализация, то есть найти местность, где происходило такое событие. И это до сих пор является одной задачей для археологов, которые ищут местности таких событий, которые известны из источников. Но надо иметь в виду, что письменные источники и археологические источники, они являются совершенно разными вещами, и они не связаны друг с другом, то есть они независимы друг от друга. И они отражают разные части исторической реальности, в лучшем случае. Можно мне тоже воду, пожалуйста? Да, спасибо. И чтобы иллюстрировать этот, я выбрал три примера, как я уже сказал, которые имеют разные значения для археологического исследования. Первая дата. Спасибо. Это одно событие, которое было использовано в качестве границы периода викингского времени. Все примеры, они относятся к викингскому времени. Вторая дата. Это отражает такой комплексный процесс. И у этой даты есть достаточно большое политическое значение фестерографии и до сегодняшнего дня. А третье событие – это другое событие, у которого было политическое значение, которого сегодня уже нет в таком плане. Здесь вы видите карту мира, как она была в викингское время, так примерно. И зеленым цветом – это те области, где были викинги в большом количестве. И я так показывал здесь местности, о которых я сейчас буду говорить. Я буду начинать в 793 году, потом в 862 году и последний пример – 929 год. Вот чтобы вы были в курсе, что вас ждет. Начинаем с первым примером. В 793 году, как всем известно, но я думаю, что все примеры должны быть более-менее известны всем. Это год, в котором викинги, нападание, это первое нападание викингов, которое известно из источников, в Линдисфарм, в Нортумбре. И это было впервые названо, мы знаем, описание из письма Алькуина, который описывает это событие в драматическом виде. И у него такой взгляд на это событие, как первое событие апокалиптики. Типа того. Потом мы знаем это из англососомской кроники, которая была написана в конце IX века, то есть чуть позже. И здесь я вам покажу, как это выглядит. Это с XI века, вот этот пример, который там показан. Но это событие, это нападение викингов, было, конечно, не единственное, как всем известно. Это было только начало. Здесь показано, сколько таких нападений мы из источников знаем. И большинство этих нападений на Великобританию и Ирландию были именно в IX веке, то есть здесь начало, в конце VIII века, и потом такой пик, и потом меньше и меньше стало. Но, как сейчас известно, Lindisfarne, это, конечно, не было первое появление викингов, то есть они и раньше там уже появились и знали местности. И здесь на карте вы видите, сколько и какими путями викинги приплыли. Эта дата имеет значение, то есть дата сама неспорная, но она имеет значение для археологического исследования, потому что она является нижней границей и началом викингского времени. Это был датчанин, о котором мы тоже уже слышали, Ворсо. Он был первым, который стал говорить о викингов. Раньше всегда говорили о северных людей, норманды. И он делал путешествия, то есть научные путешествия на Великую Британию в середине XIX века. И от него стала вот эта историографическая концепция викингского времени. Но он датировал викингское время еще с начала VIII века до конца X века. Его концепция вместе с апокалиптическим взглядом Альгуина до сих пор влияет на наше воспринимание викингов. Это современная картина, это такой взгляд, скажем так, то же самое, как раньше в Франкской империи люди имели. В начале XX века, то есть чуть позже, начало связывания викингского времени с этим историческим событием с 793 года для начала и в 1966 году для конца викингского времени. Очень много влиял Хоккан Шетелик. На это и так называемый Шетелик, аксиом, это очень важно. Это значит, что все развития в политике и в экономике, и в материальной культуре, что они все идут параллельно, одновременно. То есть такой аксиом, это такое начало, такое четное, и конец такого периода только может быть возможным, когда все развития идут параллельно. Критика в такой концепции только в начале 70-х годов и связано с археологическим исследованием, особенно в Скандинавии. Самые главные причины для критики были ранние даты торговых центров и протогородских центров на Балтийском море и на Северном море и другие научно-исследовательские даты, которые появились в археологии, особенно в Скандинавии. Здесь на этой карте видите ранние такие торговые центры Северного моря, которые датируются уже 7-8 веком. И то же самое около Балтийского моря, но здесь показаны все места вплоть до 11 века, но большие точки, которые с цифрами ранние, которые датируются в первой половине 8 века. То есть они уже относятся к викингскому времени, то есть никак не сходятся с таким началом около конца 8 века. И еще, конечно, нет таких прямых параллел в развитии экономики и материальной культуры с нападением викингов на британские острова. Наоборот, это все достаточно плавно развивается и еще начинается раньше. В итоге была достаточно большая дискуссия между так называемыми традиционалистами и ревизионистами. Чтобы заключить, вот первую примеру, что мы узнаем из этого, что аксиом Шеттеллига так не работает. Развитие материальной культуры не обязательно связано с другими развитиями в других сферах жизни и они могут быть совершенно разными. Классификация периодов, археологических периодов в нашем случае, они зависят от точки зрения. То есть то, что имеет смысл, например, для взгляда из Франкской империи оттуда, то есть там начинает какая-то новая эпоха, это вообще не имеет смысла для скандинавов, потому что и там, где существует викингское время. То есть там другой взгляд, другая перспектива, и это тоже надо иметь в виду. И, конечно, точность археологического датирования бывает разными, это зависит от предметов, это вы все прекрасно знаете, и это никогда невозможно до точного года. Второй пример. Это одна дата, в которой там связано с большим политическим значением. Эта дата вам все очень хорошо известна, я думаю. это сказание о призвании варьягов в рус из повесть временных лет. И в том году, в 862 году, очень многих событий происходили, судя по источнике. Во-первых, варьяги были, выгоняли варьяги, потом там стали конфликты между племенами, потом они придумали, что надо что-нибудь делать, и они послали через море, чтобы позвать новое начальство, и они выбрали три братья, которые потом мигрировали через море сюда, и потом садились в разные места. Как всем известно, Рурик в Новгород, а его братья в Белое озеро и Изборск. И это все в одном году, если судя по источнике. Эти названные города, они являются самыми старыми в России. тоже я вам здесь покажу тоже вам известные картины. Это серия, такая серия монет древних городов России. Вместо Изборска я вам покажу Псков, который рядом находится, а здесь Великиновка, вот и Белозерск, и где они находятся на карте. Развитие. Сейчас надо немножко в историографии посмотреть. Развитие русской истории, как наука, она развивалась в периоде, когда было национальное государство в Европе, то есть особенно в XIX веке. и она с первого начала, конечно, занималась и источниками, коренным российской государственности. в XIX веке было тысячелетие, исходя из такой даты, и они показывали такое, ну, праздновали, конечно, большой праздник, тысячелетие России, российской государственности, и от этого следит еще вот этот прекрасный памятник, который тоже всем известен в Новгороде, это тысячелетие России, который был создан в 1862 году. Такая схема, что демонстрировать традиции, чтобы легитимировать власть, да, это достаточно известно в историографии, не в России, только, конечно, везде и в Средневековье, и возможно, что именно вот это сказание, призвание варьяк, тоже этого рода. Но эта традиция и это начало российской государственности, это главная причина, почему эта дата имеет такое большое политическое значение. Очень тесно связано с этим это так называемый вопрос или спор о варьяках, который тоже звучит уже сегодня. Я об этом не буду сейчас говорить, потому что там много можно долго говорить, но это не по тематике, потому что это не так связано тесно с датой. Это другой вопрос, но это покажет, какое значение имеет этот источник. Потому что там была тоже дискуссия долгая, уже 200 лет идет, и спор между нормалистами и антинормалистами. в течение 20 века пришли больше и больше археологические аргументы, потому что и археологическая наука развивалась, но до развала союза, можно сказать, более-менее этнические вопросы были самыми главными в археологической науке. В российские итоги в последнее время начали более широкие или другие вопросы давать более комплексные археологические изучения. связаны с другими методами и так далее. Это все известно, и мы сейчас прекрасно знаем, что эта дата 1862 год фроник была поставлена или добавлена только попозже, в 11-12 веке. то есть дата она условная дата. Но тем не менее и сегодня эта дата имеет очень большое символическое значение. Вы наверное еще помните, в прошлом году было 1150 лет этого события и в честь этого вышли разные монеты, драгоценные в том числе и магии и так далее. Интересно то, что здесь во-первых этот памятник, который вы уже видели на тысячелетии, то есть там есть это связь и население. Здесь викингские кюрабы, здесь древние города, которые названы в повести и сам Рюрик, и здесь в самой дорогой монете есть московский Кремль и флаг президента России. То есть это ничего другого, чем традиция, древняя традиция. Но это может быть не очень связано с археологией, вы думаете, потому что мы сейчас знаем из археологических исследований, что скандинавы были в Ладоге, в Руйково городище, Новгороди Гнестрова и так далее с 8 до 7 века. И этот район около Белого озера очень хорошо тоже изучен московскими археологами. Я это говорю, потому что я хочу на этом немножко остановить, но не долго, не боитесь. Сергей Захаров изучал там эти местности и раньше было сказано, что там есть материалы 9 века, там Белое озеро, этот город из источников, но он посмотрел материалы, копали и так далее, и было доказано, что там самые ранние материалы и только с середины 10 года и не раньше, века и не раньше. и еще было показано исследованием что с источником, что история или часть это сказания, где были названы Трувор и Синиус, братья Хюрика, что это наверняка тоже было добавлено только в начале 11 века. И это соответствует с археологическими данными Пелоразовского района. Это значит, что осторожные и точные анализы текста и археологическое исследование сходятся, то есть они не противоречат на самом деле и дата 806 второй год это условная дата. Но из этого могут быть проблемы. как можно увидеть в случае Белого озера, там они конечно тоже в прошлом году хотели праздновать юбилей, здесь написано, как Белозерск основан в 862 году, но официально было по-другому. Там вышли такие маги, то есть им дали только право праздновать тысячу 50-летие. Но основа для этого это археологические результаты, но конечно это неправильно, потому что 1962 год там такая точная дата мы не можем давать, то есть там такой конфликт может появляться. Так, я стараюсь побыстрее, потому что время уже идет, да. Поэтому быстро, вот последний пример, 1929 год, это мы сейчас на реке Эльба в 10 веке, самый главный источник для немецкой истории, можно сказать, или один из самых главных видокинт корвейский, тоже спорный источник, очень многие там спорили, сколько можно верить, сколько не верить, он описал битву при Ленцина. Ленцина это город на Эльбе, который вы здесь видите, на границе вот это Саксония, вот это здесь славянские территории и Хайнрих Первый, он победил славяне в том году, но я пытаюсь сейчас покрасить, кратко это делать, в аналог этого года, 929 года, написано битва на реке Эльбе, то есть место не названо, а Видокинт сам писал свою историю с Саксонии только в 60-е годы 10-го века и это важно потому, что раскопки в Ленцине, в самом Ленцине показывали или доказывали, что там первая фортификация только с середины 10-го века, то есть в 29-м году там ничего не было. Это здесь диорама, где показаны саксоны и славяне, как они воевали. Но опять такая проблема, все в принципе было понятно, там место, там Ленцина, там видва была, но вдруг там ничего не было, археологические результаты. И там дата фортификации 950-го года достаточно равная, там дендрхронология есть. Но к части в этом районе был исследовательский проект, и там много раскопки были, не только в Ленцине, здесь в Ленцине. Это ситуация в 929-м году, как мы знаем, там три городища славянские и славянские поселения. И мы могли доказывать, что все эти три городища, которые там существовали в этом году, они все страдали. Мечу точно в 1929-м году по адрентохронологическому датированию, и они условно, но очень вероятно, потому что они разрушались, это первое городище, второе и третье, и во всех есть эти следы разрушения, которые можно датировать или точно, или условно в это время. Потом развивались два центра, два городища, Мечу еще осталось, и Ленсен был основан в середине 10 века, то есть когда Видюкинт написал, Ленсен был на этом месте и был известен, и поэтому он, наверное, назвал вот это место. То есть мы узнаем, что эта битва была, то есть источник прав, но мы неправильно поняли, потому что не на том месте, где сегодня Ленсен, но там в этом районе, то есть это можно доказывать. Это в принципе здесь удалось соединить письменные источники и археологические результаты, чтобы получить более подробную картину того, что было. Так, приду к выводам. Какие у нас выводы могут быть? Исторические источники отражают реальность в первую очередь того времени, в которое они появились. Они никогда не бывают объективными, то есть это надо всегда иметь в виду. Они не связаны с археологическими источниками, как я уже сказал, но они не существуют независимо друг от друга. Поэтому доказать того, что написано в источниках археологическими результатами нельзя. В лучшем случае археологические исследования позволяют судить о верности определенного источника. Особо важным является анализ контекста и для исторических источников, так и для археологических источников, в том числе и историография. Удат событий в источниках есть разные потенциалы, есть плохие, то есть они могут мешать нейтральный взгляд на археологические находки, они могут быть использованы в пользу политических интересах, но есть и позитивные, они могут дополнить археологические результаты, как и археологические результаты могут дополнить исторические данные. Так что в итоге может получиться более полная и живая картина прошлого. Я надеюсь, что мы к этому именно и стремимся. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Все говорили. Нормально. Почему так? Хорошо. Я скажу два слова буквально. Вам известен по поводу Новгорода, куда переселился Рюрик, что это либо Рюриков городич, либо старая модель. У вас есть какое-то мнение в немецкой литературе по этому поводу? как вы считаете? Нет. Немецкая литература одинаково к русскому. Это в основном профессионалство, которое на немецком переводено. То есть там были исследования совместные с российскими коллегами Новгородскими. То есть это все обепрековано. То есть это не отличается от мнения, которое здесь существует. Ясно. Спасибо.